Приветствую вас, Аннелли. Вообще, вот сложно не согласиться с коллегой Кудрячевым Игорем Леонидовичем, который, в общем, всё довольно чётко и, так сказать, поделал вам ответ. Мне думается, что помимо того, что сказал мой коллега, есть ещё несколько важных вещей, на которые вам стоит оплатить внимание. В первую очередь, вы не хотите самостоятельно принимать решения в этой ситуации. Вы боитесь принятия решений. Чего вы боитесь в итоге, не очень понятно. Может быть, вы боитесь потерять мужа, остаться одной. Может быть, вы просто боитесь совершить ошибку, поступить, по вашему мнению, неверно. Может быть, вы просто боитесь ответственности, и это было с вами, в общем и целом, ну, на протяжении всей вашей жизни. Ну, вот. Это такой момент. Может быть, вы не хотите ребёнка без отца. Оставляйте по-вашему мнению, ну, как вы думаете, что он останется без отца, если там будет что-то такое. Вот. Хотя, по факту, я думаю, вы боитесь, что ребёнка не нужен просто мужчине и всё. Вот. Значит, в этой ситуации, вот, в которой вы описали, помимо того, что вы пытаетесь переложить ответственность на нас, апеллируя к советам, да, что психологи советуют. Вот. Значит, собственно, вам коллега и сказала, что психологи не советуют вообще, да? Вот. Глобально ситуация выглядит так, что у вас изначально с мужем не слишком здоровые отношения. Ну, как, в принципе, не может быть здоровых отношений с человеком, которому свойственно чувство стыда. Почему чувство стыда? Потому что он вас обманывает. Обман – это просто стыд. В свою очередь, у вас к нему также, помимо, помимо, собственно, интереса здорового, да? Вот. Интереса адекватного. Есть ещё и свой собственный интерес. То есть, вот, вы в нём нуждаясь, ну, вот, вы в нём нуждаясь, ну, вот, вы в нём нуждаясь. Вы мужчина, скорее всего, и здесь важно понимать, в чём именно вы нуждаясь. Хоть сейчас вы и говорите, и говорите, что, мол, так и так, он мне сейчас не особо нужен, и я вообще занимаюсь с ним, работой и дом-ребёнок, вот, ну, всё равно вам для чего-то нужен, потому что ваше отношение с человеком выстраивались не аутентично. А они выстраивались на фоне, как мне показалось, да, на фоне любовного такого вот треугольника. Что там есть ещё вот третье лицо, да, всего другая девушка, и, соответственно, именно вот что важно, да, здесь есть любовный треугольник. Вот в чём, собственно, проблема. Вот. Соответственно, проблема любовного треугольника, который называют треугольником у Карпмана, вот. Очень часто, я бы сказал, справедливо. А нужно решать. Вот. Нужно решать эту проблему, проблему треугольника Карпмана, потому что, находясь в нём, вы, ну вот, собственно говоря, презенируете себя как жертву, и, соответственно, вы занимаете, ну, взятленно, взятленно модель поведения, вот. И, соответственно, в Капутоке страдает. Вот. Вот. по итогу, так, собственно, получается. Вот, потому что, как это происходит в треугольником? Значит, есть агрессор, да, есть. А жертву есть спаситель. Жертву здесь, это ваш муж. Вот. Его девушка, это, сказали всего, агрессор и спаситель. Вот. То есть, вы, ээээ, были призваны, эээ, условно говоря, мужем. Ээээ, спасибо. Вот. Ээээ, ну, а девушка, больше. Вот. Ну, сейчас больше, а пока на тот момент, ещё не больше. Вот. А, собственно, как бы, эээ, в всём вот и проблема. Эээ, в том числе. Ээээ, ну, в чём проблема, собственно, заключается. Вот. Что, вас, эээ, аутентично, ээээ, не воспринимают. Эээээ, вот. Именно, аутентично не воспринимают. Эээ, изначально вас аутентично, ээээээ, мужчина не воспринимал, к сожалению, к большому сожалению. А воспринимал только на фоне, вот, своей, ээээ, эээээ, и, собственно, поэтому всегда на, ну, на фоне, да, вот, в какой-то степени, всегда, но я считаю, она, и надо сказать, что это более чем нормально, хотя, безусловно, ну, безусловно, это не приятно, но это нормально в данном случае, вот, потому что вы, значит, как-то вот, зная, что ваш муж, ну, там, ушел от нее к вам, да, он, как-бы, ну, скорее всего, там, ее еще не забыл, но вашим выбором было все равно это не имеет отношения вступить в отношениях с человеком, который еще, вот, ну, не, ну, возможно, не отпустил свой багаж, вот. Багаж я имею в виду в предыдущих отношениях, вот, вот, это один из нюансов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Дальше, значит, мы тяжело сходились, опять же, это вот вопрос к вам, да, тяжело сходились, это вот как, то есть, ну, что значит тяжело сходились, вот. А, понимаете, здесь момент такой, что люди либо хотят быть вместе, либо нет, вот. Здесь люди хотят быть вместе, они вместе, и у них, ну, все легко, вот. Вот, если людям тяжело, то, по сути они, получается, что они, как-то вот, ну, через силу это делают, получается, да. они как-то вот себя, что-ли, не знаю, заставляют сходиться друг в другу, да, как бы. То есть вот это очень такой важный момент с точки зрения ситуации. Это с точки зрения вашего отношения к себе в этой ситуации. Понимаете, то есть вот так вы к себе относитесь, как бы, к сожалению. Таким образом вы к себе относитесь, к сожалению, что позволяет себе тяжело сходиться там и так далее. Не ради человека сходиться, к сожалению, а ради там, ради ребёнка и так далее, да. Вот. Ну, то есть проблематика здесь, она вот такая проблематика, именно проблематика здесь, такого рода, к сожалению. И, на мой взгляд, ну, на это, собственно, и нужно обращать внимание, в первую очередь, вам. Вот. Зачем я, значит, так вот, ну, такие трудности, зачем мне такие трудности в отношениях? Тогда для чего я, вот, ну, на такие трудности в отношениях иду. Потому что, ну, логично, если вы тяжело сходились, то, там, не знаю, в самих отношениях легче вам, ну, не будет. Что-то, это, сто процентов. Вот. Ну, потому что проблема, как бы, не решена изначально. Вот. В этот момент. Дальше. С его стороны было много обманов. Смотрите, что здесь имеет место быть. Если нет, не имеет место быть, что проблема доверия здесь имеет место быть. Это проблема доверия. Когда люди, вот, откровенно друг другу, друг другу не доверяют. Вот. То есть вы друг другу, там, откровенно не доверяете. Вот. Может быть, может быть, я не знаю, может быть, вы не доверяете, там, сами себе. Да, то есть вот, как бы, ну, проблема, проблема в этом, что вы не доверяете, что вы не доверяете себе, и из-за этого вы так болезненно реагируете на обман человека. Да, может быть, вот, человеку, который вас обманывает, ну, ему достаточно легко, там, как-то вот, значит, вами, ну, грубо говоря, там, проманипулировать, да, значит, чтобы, ну, чтобы вы, там, сделали, вот, то, что человек хочет, например. Вот, не вы хотите, да, а именно, вот, человек, что называется. Ну, как бы, да, то есть такой вот момент, ну, достаточно, достаточно важный здесь, потому что, ну, ситуация, как бы, такая вот ситуация, не самая позитивная. Вот, ну, так или иначе, обман человека на вас влияет, так или иначе, на вас это как-то вот влияет, влияет, влияет негативно, что важно. Вот, и, а вы, ну, продолжайте, попросите меня, если я ошибаюсь, за этот вопрос. Вот, опять же, ну, я надеюсь, что я ошибаюсь, конечно, но мне кажется, что, ну, продолжайте взять этот вопрос, вот, человек. То есть вы идёте вот на жертву, на очень такие вот прям серьёзные, сильные жертвы, получается, для того, чтобы, в чеком быть, вот, при этом, а, как бы, мотив, да, а зачем, это, ну, вот, не очень понятно, то есть чего вы хотите именно от этого человека, и может ли он вам, там, грубо говоря, дать, вот, то, что вы хотите от него. Ну, опять же, здесь это вопрос, вопрос, на который, а, как бы, нет ответа, однозначно. Дальше. По факту он ушёл от неё ко мне, поскольку у нас появился общий дубинок и расписатель. Ну, опять же, да, до этого, до тех пор, пока мужчина, до тех пор, пока не было ребёнка, да, вы, значит, ну, как-то вот существовало, всё существовало. Вот, при том, это, как бы, ну, при том, что, вероятно, у вас, ну, была интимная жизнь, да, потому что, ну, ребёнок появился. Ну, вот, то есть вас не смущал тот факт, что, ну, что у мужчины есть, там, друга, грубо говоря. Вот, и это, ну, что же, как бы, вопрос несколько к вам. Вот, вопрос по поводу, ну, того, вот, как вы, собственно, организовываете свою жизнь, что, значит, позволяете себе встречаться с человеком, который, значит, ну, не только с вам. То есть позволяете себе быть, там, грубо говоря, не единственным в его, в жизни мужчины. Вот это, вот, извините, это, проблемы с, с наценкой здесь у вас, когда-то, к сожалению. И, именно, вот, проблемы с наценкой, проблемы, проблемы, э, э, возможного, э, страха одиночества здесь, вот, нужно решать. А вот, э, естественно, ну, это, конечно, ну, отовы, хватит, если вам это интересно, во... А, вот, э, такой момент, вот, мы с ним, как бы, он, тыс, вот, что... Ну, что вы там зависимы от него или он думает, что вы зависимы от него, или думает, что никуда вы от него не денете. А это не очень хорошая история для отношений, потому что человеку как бы кажется, что что бы он ни делал, вы все равно будете с ним, грубо говоря. Да. Дальше. Дальше. Так, ооо, значит, привезли общий ребенок на специализ, то есть вы, я так понял, вы даже не, ну, не венчались, не было, не было церемонии брака сочетания, брака сочетания. Вот. А, то есть, довольно интересное образце. Такое ощущение, что вы как бы, знаете, ну, чуть-чуть, чуть-чуть не как-то по долгу службы, да, вот, решили вместо быть. То есть, я не уверен в этом, конечно же, вот, но выглядит все вот так. То есть, выглядит так, что любви особой нет, да, вы просто вот, 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 вот. Вообще ребенок появится, ну, у него что-то делать. Вот, вот. Ну, если это так, то, к сожалению, это, далеко не лучшая история, недалеко не лучший расклад для выстраивания отношений между вами, например, и мужчиной, любыми мужчинами, не только вашим. Время от времени начинаются какие-то изъяснения, якобы она слухи равны с подразделением, то есть всё, что-то мне сказалось, и она вмешивалась на название, ну, это классический треугольник, вот, кроме того, мне кажется, что здесь имеет место быть такая стероидная модель победителя, то есть, когда, ну, по сути, это вот попытка такая, привлечь внимание, вот, к, значит, ну, к себе со стороны вашего мужа или её, вот, и, грубо говоря, найти повод для того, чтобы, вот, как-то вести её в жизнь, как раз, вот. А, может, она там что-то делает, но факт тот, что человек, как бы, волнует вашему мужу. Да, это нормально, потому что отношения не завершены, не были завершены, не единимы. Вот, и нет ничего странного в том числе, в том числе, как-то, вот, проявляются эти самые отношения. Вот, нет ничего странного, и, как бы, ну, и необычного ничего нет, вот, вот, потому что отношения между ними фактически, вот, фактически, продолжаются, как мне, как мне видится, вот, и, соответственно, это и есть то, что в психологии мы называем треугольником. Теугольником кармана, или там, любовным, любовным треугольником, вот, хотя, хотя, вещи это не всегда, ну, одинаковые. То есть, это разные вещи, могут быть, могут быть разными вещи, могут быть разными состояниями и разной проблематикой. Вот, тем не менее, тем не менее, ситуация, вот, такая, я бы сказал, ну, не совсем хорошая, да? Дальше. Последний раз, после года тишины, ну, как бы, тут время не особо играет роль. Он заехал увидеться незначай, потом, подбав в градус, начал писать, что хочет вернуть ее родному, а нет, а откуда вы знаете, что он, если он начал писать? Я предлагаю ему разобраться, он идет в отказ, говорит, опять не повторится, но я, во всяком случае, конечно, не веру. Слушайте, ну, то, что вы не верите, тоже здорово, а вот, что вы делаете для того, чтобы мужчина не хотел больше с ней взаимодействовать, это вот мой вопрос, потому что я, вот, ну, честно говоря, не очень понимаю, что вы делаете для этого, вот. Что вы делаете конкретно для того, чтобы человек больше не хотел взаимодействовать с... А, нет, то есть, тот, что он вам обещает, обещает, что не будет больше, вот, и то, что вы не верите этим обещаниям, это, в принципе, здорово, но проблема здесь в том, что это мало чего, мало что дает, вот, мало что дает, что вы не верите, потому что, по сути, можно сказать, что вы продолжаете эту самую игру, вот, игру... такую вот. А, дальше, предлагаете ему разобраться. А, понимаете, в общем, здесь момент, момент в том, что вы предлагаете разобраться. разобраться. То есть, вы не, как бы сказать, вы не расходите саму с человеком, вот. А вы предлагаете разобраться, а надо разобраться, если вы хотите, хорошо, если вы хотите, конечно, именно. разобраться с человеком. Знаете, такая штука. Получается здесь, что, в какой-то степени, вы просто не хотите, опять же, брать на себя ответственность, ну, вот, в этой, в этой ситуации. Я вас не винил, вы поймите правильно, но я говорю о том, что, по вашему мнению, получается, что он мужчина должен сам стать решением. Ну, понимаете, он, может быть, и должен, может быть, он и должен, может быть, все решает мужчина, да, вот. Ну, проблема заключается, проблема немножко в другом. Проблема в том, что человек либо хочет этого, либо нет. В данном случае, ну, мужчина, очевидно, не хочет возвращать что-либо, и не захочет, потому что, а зачем? Зачем что-то решать, если, если есть вы, и вы, как бы, все это терпите, вы все это, как бы, принимаете, вот. Просто смысл какой, смысл какой, смысл, что-то менять. В этой мужчине нет, нет мотивации, нет мотивации, что-либо менять, вот, непопредственно в своем поведении и отношении к вам. Дальше. Так, значит, как понимать, какой мужской улыбке это поддается? Здесь нет мужской улыбки, здесь есть улыбка человеческая, здесь есть психологические проблемы и здесь есть поведенческая модель. Пока уж похоже, что вы, то есть вот именно вы, обе, вы обе, в смысле, что и вы его жена, и его девушка, бывшая, небывшая, а, да, мужчина выступает, как, вроде, заземлитель, вот, это, это заземлитель, такие, такие, вот. А он, просто, ребёнок, который, вот, значит, ну, грубо говоря, действует, ну, вот, так, как хочется ему, вот, и всё, посыпь. То есть это, вот он просто делает то, что хочет, вот, и всё, ну, вот. Захотел, там, к одной пошёл, захотел, к другой пошёл, ну, вот, мужчина-ребёнок, потому что его женщины, то есть вы ведёте себя как родители, пока похоже на это, вот. Дальше, что-то идёт в таких случаях, ну, на этом ответственно, мне непонятен мотив, мотив, всего. Олег, вам нужно с своим мотивом разбираться, знаете, не с его мотивами, которых, кстати говоря, мы тоже не знаем, и, если честно, нам это не особо надо. Пока человек, э, сам, э, к нам, за, с помощью не обратиться, нам, знаете, его мотив не интересен, вот. Потому что, ну, совершенно разные, вот, мотив человека, вот, и гадать нам не имеет смысла. Вот, а вот вам свой мотив понять, э, это было бы здорово, вам понять, а, именно, свои мотивы, вот, конкретно ваши мотивы. Э, почему я конкретно, я, вот, я, почему я, э, ну, пытаюсь, э, значит, что-то повторюсь с человеком, который, э, ко мне относится Ну, вот, мягко говоря, не как единственная женщина, вот, понимаете, какая штука. И, вот это было бы здорово, и полезно, весьма для вас. А, вот, э, вот это, как бы, ну, это момент, это момент. Все остальное, это, ну, э, из области, э, погадать, вот, э, мы психологи, как бы, гаданием не занимаемся, не занимаемся. Поэтому, э, если вы, э, его близкий человек, э, не знаете мотивов, то, э, откуда, как мы можем знать мотивы, э, э, его мотивы, да? Вот. Вот. Поэтому, я думаю, что, э, ответить вам можно на вопрос, на ваш, э, так, что, вот, э, пока что это, такая вот, ну, к сожалению, э, тупиковая модель, э, тупиковый вопрос. Вот. Вот. Потому что, э, его мотив не понять вам. Вот это невозможно, невозможно сделать. Эм, значит, ну, к сожалению, невозможно сделать. Эм, так, дальше. Хорошо. Эм, на мой взгляд, все хорошо, в целом, лично. Ну, ваш взгляд, здесь не имеет значения, мужчина, как бы, все демонстрировал. Один, когда писал, есть смысл, говорили мне, что, ну, еще мало, еще мало, потом писал. Странно, вообще не странно. Просто вы этого не понимаете. Это не странно. Ничего странного здесь нет. Это вы не понимаете. Вам, его модель, вам его, э, модель, э, поведения, не знаю. Вот. Ну, это не значит, что, э, человек, э, действует, ну, вот, э, как-то, э, странно. Вот. Я, я думаю, что, э, в его действиях есть. Логика, да, своя, непонятная вам, но, если вы, ваша проблема в том, что вы пытаетесь эту логику понять, между собой, чтобы действовать своим путем и своим методом. Дальше. Я не хочу, опять, оказаться в этой статье. Вы уже в этой ситуации. Попробую поговорить, поговорить, пока это не целесообразно. Э, не очень понятно, что вы написали. Э, а, предполагаю, скучал. Я, наверное, отработать сейчас больше не вводу и домашние дела на мне с ребенком. А какой-нибудь, как вы думаете, мужчина, который, э, от скуки, э, общается с бывшей, это, ну, как бы, это ваш мужчина, он, ну, в смысле, вам, это тот мужчина, которого вы бы и хотели видеть рядом с собой, тот мужчина, который и соответствует, э, вам. Ну, вот, как бы, задайте вопрос, э, то, что вы делаете, это пытаетесь оправдать человека. Вот вы, вы оправдываете, напомню, серьезную мужчину, ну, как бы, это, опять же, ваше право, оправдывать человека, но, куда вас это заведет, кроме негатива, наверное, никуда. Как и ребенка вашего тоже, кстати говоря. На этом все, надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго, удачи.